Всем добрый день. Я сейчас только вернулся из Зайцева. Одну интересную подробность выяснят, как украинские СМИ делают через УГСЕ, обвиняя нас в обстрелах. Очень часто они называют, что с данного населенного пункта ведется обстрел их позиций минометами 82-х. Что они делают? Они копают, делают маленький подрыв, лесами раскапывают, кидают туда осколки, после этого приглашают миссию в УГСЕ, которая фиксирует и после этого говорит о том, что это произошло. А на самом деле этого нет. И так происходит очень много местных. Обстановка на линии соприкосновения за прошедшие сутки не изменилась. В украинской силовике 11 раз нарушили режим прекращения обстрелом подверглись в район населенных пунктов Глазовое, Жабуньки, Широкая Балка, район Трудовская, город Донецкая и Аэропорт. Всего по территории республики было выпущено более 130 мин калибром 120 и 82 мм. Произведено два выстрела из танка и более 20 выстрелов из БМП. Противник продолжает перед носом представителю УГСЕ обстрелить территорию населенного пункта Коминтерова и захвачено в буферной зоне населенного пункта Водянка. Украинские каратели выпустили 60 мин калибром 120 мм и 47 мин калибром 82 мм. При этом представители международной миссии делают вид, что не замечают провокационных действий украинской силы группы. Обращаю внимание, что украинская сторона с целью накал обстановки медиапространства и выклянчивания бонусов в ходе минских встреч преподносит за сутки не число нарушений режима тишины, а количество выпущенных снарядов и стрелков и других видов оружия. Это позволяет карателям с помощью СМИ сложить впечатление, что якобы по позициям ВСУ выпускается больше снарядов, тогда как по факту эта цифра в несколько раз меньше, чем количество обстрелов в территории ДНР. Цифры можете сравнить самостоятельно, исходя из того, что ВСУ за прошедшие сутки обстреляли территорию ДНР в более 150 раз. Более того, необходимо отметить, что Украина значительно завышает количество обстрелов в своей территории. При том, что оказывается подтверждать на уровне работы украинских представителей СКК зафиксированы факты обстрела в территории ДНР. Разведка Донецкой на Магаде Республики продолжает фиксировать перемещение военной техники, личных составов вооруженных сил Украины в линии соприкосновения. Так, на Донецком направлении выявлено местонахождение шести САУ в районе населенного Кута Красногородка, 3 километров от линии соприкосновения. На Мариупольском направлении выявлена одна САУ НОНА-С, 7 автомобилей с личным составом и боеприпасами, 1 120-мм миномет в районе населенного Кута Белокаментка, 1 километр от линии соприкосновения. По нашим данным, населенный Кута Новолуганская производит производится аресты местных жителей, причастных к проведению референдума 11 мая 2014 года и организации блокпостов на территории ДНР. Аресты производятся по ранее составленным спискам СБУ. Далее арестованным вменяется несуществующее обвинение с тем, чтобы поставить перед выбором понести незаслуженное наказание в исправительных учреждениях или попасть под программу амнистии от службы безопасности «Вернись домой». При этом снятие с человека фальшивых обвинений предполагает его верновку спецслужбами Украины для последующих доносов информации о своих земляках или введения разведок делится на территории ДНР. Кроме того, украинские военнослужащие устроили цирк на блокпосту в районе населенного Кута Березовое. Для этого они переоделись в военную форму с опознавателями знаками ДНР и РФ и размахивали флагом республики, после чего домогались к проезжающим гражданам. Данная примитивная акция имела цель дискредировать армию ДНР через распространение остановочных сюжетов ложными украинскими СМИ, а также выявлять сострадающих граждан Украины молодым республикам, чтобы затем иметь повод для их задержания. В завершении хотел бы обратить внимание на один факт. Вчера в своем заявлении начальник генерального штаба Муженко сообщил о начале взымания с украинских военнослужащих штрафов на сумму более чем 50% от денежного довольствия за факты употребления спиртных напитков. Данное решение имеет цель значительно сэкономить денежные средства на военнослужащих вооруженных сил Украины в связи с тотальным пьянством в армии. Идея хорошая, решение похвальное. Теперь военнослужащие силы Украины станут совсем нищими или, возможно, чуточку трезвыми. Слушаю вопрос. Пожалуйста, вопрос. Журналисты, вопросы будут? Если вопросов нет, то брифинг окончен. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.